Спасибо, Владимир Андреевич, за приглашение принять участие. Еще когда мы с Владимиром Андреевичем вырабатывали механизмы или инструменты развития высокотеха в концепции технологического развития до 2030 года, уже тогда чувствовалось, что это будет актуальная тема и интересная. Все предложения, которые мы сформулировали, были приняты и утверждены в этой концепции. Но, исходя из опыта, я хотел бы поделиться несколькими инструментами, которые могут сегодня пользоваться, есть над чем работать. Сегодня есть у нас три инструмента ключевых, с которыми я хотел бы озвучить. Это, первое, развитие высокотехнологичных компаний за счет заключения офсетных контрактов, долгосрочное обязательство государства по выкупу продукции в горизонте 10 лет, со встречными обязательствами инвестиционной компании построить в этом регионе промышленное предприятие. Механизм эффективный, сегодня малоприменяемый. В целом, механизм офсетных контрактов закреплен в статье 111.4.44 ФЗ. Сам механизм изначально был написан для Москвы и Санкт-Петербурга, для фармацевтических компаний. Однако, сегодня мы видим и услуги, и иные там вещи. Механизм развивается, я считаю, что он имеет место к развитию. Сегодня с Владимиром Андреевичем мы сопровождаем офсетный контракт, ну и его формирование в республике Саха, Якутия, по формированию промышленного предприятия, по выпуску амфибийных автомобилей. Ну, то есть в Москве электробусы, в Якутии амфибия. Это первое. В этом механизме есть точка роста. Второй механизм – это выпуск корпоративных облигаций высокотехнологичными компаниями. И здесь вот механизм какой? Мы выступаем таким единым фронтом Второго промышленной палати, что все затраты высокотехнологичной компании по выходу на рынок корпоративных облигаций должны 100% субсидироваться за счет регионального или федерального бюджета. И второе, вторая очень важная мера – автоматические выкупы в объеме 30% корпоративных облигаций институтами развития. Иными словами, промышленник проснулся, у него вернулись деньги по выходу на рынок корпоративных облигаций. Это примерно 5-7 миллионов рублей и плюс 30% заявленных сразу уже тоже упали на счет от корпорации развития и так далее. И третья мера, о которой бы хотел сказать, это существующие меры поддержки высокотеха. Мы в комиссии отобрали из всего многообразия, а вы, наверное, знаете, что сегодня в Российской Федерации разработаны мер поддержек около 10 тысяч. Часть из них с деньгами, часть без денег, но по высокотеху мы отобрали 81 меру. И мы можем познакомить вас с этой презентацией для оперативной работы. Там весь алгоритм получения таких мер указан. Что касается мер поддержек в целом, то сегодня мы высказываем позицию на всех площадках, что государству или региональной власти нужно завершить процесс создания новых мер поддержек, потому что все уже написано. Что нужно обеспечить? Бесшовное соединение различных комбинаций мер поддержки, сокращая при этом сроки, документы оборот и так далее. Иными словами, мы как региональное правительство точно знаем, за какими мерами поддержки, в какой точке жизненного цикла промышленная компания он придет, за какими деньгами. Где за льготной землей, где за субсидированием затрат на инженерные сети, где за льготным лизингом и так далее. Цепочка длинная. Сегодня надо перестать инвестора, тем более высокотехнологичного, заставлять регулярно собирать пакеты документов и ждать их там оценки. На этом я закончил. Большое спасибо. Продолжение следует...